Я должна представиться. В программе все записано, с некоторыми, может быть, неточностями, но я представлюсь еще раз. Валентина Николаевна Кириленкова с одной L. Предки моего мужа где-то одной L потеряли, и поэтому я сейчас вот с одной L. Заведующая кафедрой методики преподавания Псковского областного института повышения квалификации, учитель биологии гуманитарного лицея, у меня профильные классы, заслуженный учитель Российской Федерации, ну а там все остальные, мы не будем все, это почетный работник высшей школы, мы не будем все перечислять, собственно, учитель. И мы будем сегодня с вами как учителя работать. Приехала я из Пскова, маленького областного города, и я сегодня, чтобы нам не было жалко, решила предложить вот такой замечательный вариант. Охладить вас немножко, вот тем показом, что я сейчас и совершу. Итак, мы с вами сейчас в Пскове. Вот такие замечательные палаты оставили нам наши купцы 17 века. Вот Лена Николаевна сейчас сядет и увидит наш Пскове, тоже обрадуется, и слезы навернутся на глазах. Место, те, кто приезжает в Псков возле Кремля, видят вот это замечательное местечко и знаки, которые говорят о том, что когда-то правил городом князь, который был приглашен на правление городом, литовский князь. И это очень интересно, князь Даумонд, очень интересная история, но это длинно, я не буду рассказывать. Вот это место, это Лечевая площадь, здесь Псковичи собирались и обсуждали, как жить нам дальше, городу больше тысяча ста лет. Я не забиваю вашу голову точными цифрами. Ну вот это также Кремль, это всё продолжение. Я специально взяла зимние наши картинки, я не буду очень долго всё это показывать, уйду от показа. И начну непосредственно нашу сегодняшнюю работу, и мы с вами вот так опять включимся. Итак, мы оказались с вами ещё раз в Пскове, здесь протекает река Великая и река Пскова. Мне очень приятно показать вот эти ещё раз фрагменты. А вот этот борт, который хотели видеть, Мальская долина, и это наше Пушкиногорье, которое мы видим сейчас. И сейчас мы начнём с вами сразу же после этого работу. Поскольку это у нас будет не лекция, а мастер-класс, мы все абсолютно, вот столько, сколько нас сегодня в аудитории, вы сегодня побудете учениками. Итак, каждый из вас сегодня вложит свою лепту в то, чтобы мы с вами прожили вот этот час красиво и благополучно, с пользой для дела. Всё то, что мы будем делать на втором часу, очень пригодится вот то, что мы будем делать с вами сейчас. Давайте попробуем сделать так. Договориться сразу о принципах работы. Работают все с правом на молчание. Это будет полилогичная работа. Ну и попробуем сейчас говорить следующее. Вот так, как нам уже так замечательно вчера подчеркнули, не боясь говорить, так сказать или не так, я сразу хочу вас попросить о следующем. С учителями биологии вести вот такой мастер-класс. Ну, это заведомо знают ответы, вопросы. Попробуйте учениками быть троечниками. Ошибайтесь. И вот сделайте так, чтобы вы, ну вот, ну не всё знали. Иначе просто, просто будет не совсем интересно. Итак, мои дорогие коллеги, мы с вами начали вот нашу встречу. Я попрошу сейчас включиться в первый ряд и далее. Я то, что предлагаю сейчас на тексте, здесь на слайде, попрошу вас читать. Итак, пожалуйста, давайте мы начнём с вас. Дорогие мои ученики, чуть-чуть погромче читайте, мы сегодня с вами без микрофона. Спасибо. Мы с вами пытаемся сейчас решить, о чём идёт речь. Итак, первый этап нашего урока – это определение темы, о чём пойдёт сегодня речь. Пожалуйста, продолжим. Начиная с 60-х годов, 20-го столетия, у человечества унтро накапливались знания в области генетики и многогулярных биологий, что привело к появлению новых проектов и новых возможностей, практического использования достижений. Спасибо. За последние два десятилетия она стала скорее научной дисциплиной, чем технической тетради. В своих тетрадях вы уже сделали запись, возможно, о чём пойдёт речь, то есть, что за тема нас сегодня с вами ждёт. Продолжаем, пожалуйста, как вдруг вы внесёте какие-то коррективы. Пожалуйста. И многое-многое другое. Спасибо. Итак, вы предположили, что это было, и теперь проверьте, пожалуйста, себя. Что, о чём пойдёт речь на нашем уроке? Скорректируйте, запишите ту тему, которую я сейчас предлагаю для нашего обсуждения. Начнём мы наш урок со следующей фразы. Математика Эдварда Кинга «Умеющие мыслить, умеют задавать вопросы». И я хотела бы, чтобы вы сейчас задали вопросы, а о чём пойдёт речь, и попробуйте предположить, о чём же пойдёт речь сегодня на нашем занятии. Мы остановились на вас. Есть ли у вас вопросы? И каждому я предложу возможность выступления. Какие методы здесь ходят, для них металл, для того чтобы вылечить, какими металлами, которые можно поищать ещё. Спасибо. Что и для этого. Спасибо. Спасибо. Замечательно. Спасибо. Спасибо. Ещё не возникли какие-то вопросы. Прошу вас. Ещё, пожалуйста. Ещё. Можно ли, конечно, дядя Наши, не повысить урожай. Спасибо. Здорово. Пожалуйста, дальше. С правым умолчанием. Так, прошу вас, коллеги. Я, как ученик, как мы можем здесь создать? Спасибо. Замечательно. Дальше. Теребряная ночь. Замечательно, прошу. Да-да. Несёт ли какую-то опасность использования геотехнологий? Вот. Ни единая единая. Пообщей. Теребряная ночь. Есть ли какие-то опасности геотехнологий? Замечательно. Спасибо. Не возникли вопросы? Не возникли вопросы у вас? Какие профессии могут быть связаны с генной инженерией, кроме научных? Практически. Спасибо. Спасибо. Есть ли появились ещё у кого-то вопросы, которые хотелось бы задать вам, мои дорогие ученики, для того, чтобы понять, что есть биотехнология генная инженерия? Все вопросы появились, да? Давайте попробуем сейчас вместе с вами и обсуждать их. Итак, биотехнология. Давайте второй ряд начнёт работу, пожалуйста. Да-да. Новое направление в сетеве биологии. Пожалуйста, дальше. Использование живых организмов, или их составных частей и биологических процессов в промышленном производстве на основе достижения морепулярных биологий и микроэнергетиков. Вот как раз вопрос из нынешнего ЕГЭ. Наука, использующая живые организмы, ну и так далее. И мне бы очень хотелось сегодня осветить ещё один вопрос. Как-то он сегодня у вас не прозвучал, но обязательно хотелось бы коснуться этапов становления биотехнологии. И здесь вы коснётесь тех вопросов, которые наверняка знакомы, где-то слышали. Мы не можем не начать сегодняшний разговор с открытия двойной спиральной структуры ДНК. В 71-й год открытие ферментов рестрикции. В 75-й год получение моноклональных антител. Первый клонированный ген человека. В 77-й год. В 82-й год. Рекомбинатный инсулин человека. В 86-й. Разработка ПЦР. Мы вчера так хорошо об этом услышали. В 90-й год. Первая попытка генной терапии человека. Секвенирование генома дрожжей. В 96-й год. В 97-й. Первая клонированная амбикопитающая. 2000-й год. Секвенирование генома человека. И обращаю наше внимание, что на сегодняшний день всё то, что было исследовано на сегодняшний день, вот все те открытия, которые были сделаны, это рывок и это получение Нобелевских премий вот теми авторами, которые получили Нобелевскую премию за последнее время. Итак, на чём же основывается биотехнология? Вы в своей записи, дорогие мои ученики, записываете следующие фразы. Итак, на чём же основывается биотехнология? И отвечая сразу, это ремарка за «не для учеников», вот те вопросы, которые как раз рассматривают на едином государственном. Итак, биотехнология основывается на микробиологическом синтезе, на клеточной инженерии, на хромосомной инженерии и на генной инженерии. Мы с вами сейчас рассмотрим, попробуем рассмотреть вопросы, что представляет собой микробиологический синтез. Перед вами есть тексты, которые вы сейчас откроете. Я прошу вас их повернуть к себе и тексты открыть. на протяжении одной минуты познакомиться с тем, что представляет собой микробиологический синтез. микробиологический синтез. Мы продолжаем работать. Екатерина, пожалуйста, продолжайте. Итак, на чём основывается микробиологический синтез? Используется. 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 Спасибо. Используется. 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 Вопросы. Используется. 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 Это возможность получать отдельные гибриды, когда гибридизация получает невозможность. Из этих же гибридных клеток это тем, что целостная премьер. Клеточная реконструкция связана с созданием гибридизационной клетки из отдельных 6-ти релингов в мемах. Замечательно разобрались. И давайте мы кратко отметим в нашей схеме, что представляется в клеточной инженерии. Итак, это культивирование клеток мы с вами записали, планирование, конструирование клеток путем объединения хромосомных наборов, соматических клеток, клеточная реконструкция. Вы отметили себе в записи, и мы говорим о том, что есть возможность культивировать ценные растения, планировать их, и мы отметили практическое значение этого. Продолжаем наш разговор и ведем разговор о хромосомной инженерии. Хромосомная инженерия сразу подразумевается, я сразу ремарка опять же, вопрос единого государственного экзамена встречается. Итак, хромосомная инженерия связана всегда с изменением количества хромосом, то есть работа над количеством хромосом. Ну и, естественно, получение организмов с новыми свойствами. И вы успели это отметить, и мы продолжаем наш разговор, говоря об генной инженерии. В первую очередь, перенос генетической информации из одного организма в другой мы называем генной инженерией. И об этом у нас разговор пойдет в ближайшие минуты, и начнется наш разговор. Для того, чтобы нам понять значение сегодняшнее, практическое значение генной инженерии, хотелось бы сказать следующее. Что до сих пор, как известно, для людей, болеющих сахарным диабетом, инсулин выделяли из поджелудочной железы домашнего скота, коров, свиней. Но последовательность аминокислот в этом инсулине отличалась от того, какого инсулину человека. И поэтому у многих людей вырабатывались антитела против инсулина животных, что, соответственно, вызывало аллергическую реакцию. Эта проблема стояла, она была серьезной. И вот специалисты генной инженерии, и в первую очередь мы называем 1972 год, это получение рекомбинатной ДНК. И рекомбинатная ДНК, как уже мы слышали из лекции наших коллег позавчера, вчера вернее, мы с вами знаем, что это рекомбинатная ДНК, ДНК, которая получена путем соединения сегментов ДНК из различных источников. Ну и как вот нам еще раз показывали, как это происходит, мы с вами немножечко позднее рассмотрим. Итак, инсулин человека. Первый разрешенный продукт рекомбинатной ДНК технологии. С 1982 года он устранил таким образом нежелательную иммунную реакцию и стал широко использоваться в медицине. И животные для получения инсулина больше не используются. Теперь наша с вами задача, и отвечая на ваши вопросы, поставленные вами, мы будем вести разговор о получении. Как же получает рекомбинатную ДНК? Носитель ДНК берется плазмидобактерией, и мы рассмотрим ее как внехромосомную, независимо реплицирующую, небольшую кольцевую молекулу ДНК. Вот схема, которая нам показывает плазмиду. И каким образом происходит вот та операция по получению рекомбинатной ДНК, мы сейчас рассмотрим. При всем этом участвует фермент, который мы называем в группе, относится к группе рестриктаз. ДНК обрабатывается ферментом рестриктазой. Фрагмент ДНК, мы вот здесь видим фрагменты ее, обрабатывается рестриктазой также и плазмидная ДНК. У того, кого мы берем, ну так более точно, у прокариотов. И затем производится следующее. ДНК смешиваются, добавляется ДНК легаза, шиватель, фермент, который обеспечивает соединение это, и получаем трансформированный осветственный материал, материал бактерий. Таким образом, мы можем говорить о том, что каждая бактерия несет рекомбинатные плазмиды. Затем остается их планировать, то есть создать их достаточно большое количество. И тем самым можно говорить о том, что мы получили множество молекул рекомбинатной ДНК, которая будет в свою очередь создавать то задуманное, если мы говорили сейчас об инсулине, значит инсулин. Где применяется рекомбинатная ДНК технологии, мы можем говорить их здесь, в очень многих фрагментах. Это и работа над обработкой сантехнических сооружений, источных вод. Это и работа в медицине непосредственно с гормоном ПЦР. Нет, гормоном роста человека, они так немножечко называют. Мы рассмотрим сегодня с вами несколько таких вопросов. Это гормон роста человека. Как нам известно, и мы напомним с вами, изучая человека, мы говорили о том, что важным регулятором роста человека является гормон роста, который вырабатывается гипофизом. Дети с врождённым дефицитом гормона роста остаются карликами или становятся карликами. И в течение жизни приходится проводить регулярные инъекции этого гормона, те гормоны, которые нормализуют рост. Но. Вот это но, которое нам необходимо с вами рассмотреть. Как получать гормон роста человека? В прежние времена из головного мозга овец получали гормон роста. И вот до 5 миллидрамов гормона можно получить от 500 тысяч овец. Вот такую цифру мы встречаем с вами. Огромное количество животных требуется. Сейчас небольшая численность бактерий за 15 часов достигает миллиарда. Один литр рекомбинатных бактерий дают 5 миллиграммов гормона роста. То есть достаточно большие возможности, которые имеются для того, чтобы получить этот гормон. Мне бы еще хотелось сегодня сказать о возможностях биотехнологии и хотелось сказать о моноклональных антителах и о возможности лечения различных форм, метастазированных форм ракомолочной железы. Относит вот это открытие в сентябрю 98-го года. И получают те клетки, вещества, которые помогают найти, обнаружить, где находятся клетки, которые мы называем метастазированными. И механизм действия вещества, моноклонального вещества, которое действует по принципу того, что он находит раковую клетку-мишель и вводит лекарство, которое прикреплено к моноклональному антителу и не отравляет весь организм человека, а находит непосредственно клетки, мишени, раковые клетки. Очень большие, серьезные надежды на то, что это даст человечеству очень многое. Ну и сейчас мне бы хотелось, чтобы мы проговорили с вами, поговорили о том, что вы уже слышали, знаете из прессы и читаете о проекте «Генома человека». Проект, который завершился в 2003 году, который продолжался 13 лет, координатором которого стал Департамент энергетики и Национального института здоровья США вместе с Великобританией. В этом проекте участвовали большое количество стран, в том числе Россия. Удалось сделать очень много. И в данном случае, дорогие ребята, мне вам хотелось показать то, что удалось открыть, расшифровать геном человека. Может быть, далеко не все, и так и есть. Ну и вот вам представлена генная карта 13-й и 21-й хромосомы, локализацию генов, связанных с наследственными заболеваниями. И вот в этих хромосомах показаны те заболевания, которые несутся генами, находящимися в 13-й и 21-й хромосомах. Интересные работы ведутся по созданию трансгенных животных, которые могут давать определенные продукты. Ну, в данном случае мы можем рассматривать молоко, например, которое будет нести ген, необходимый для создания молока с таким-то определенным свойством. И мне очень интересно рассказать о том, что вот в Носковской области такое есть сейчас, где выращивают фермокоз, дающих молоко трансгенные животные. И заказ на то, что будет возможность получать молоко с теми определенными свойствами, то есть белками, которые позволят проводить лечение людей. Вы в нашей беседе задавали вопрос о таковы же успехе сегодня в биотехнологии и какие возможности возникают при этом. Я сейчас хотела бы попросить, дальше у нас второй ряд работает, назвать те разделы науки, где встречаются, где есть возможности применения биотехнологии. Пожалуйста, коллеги. Да-да-да-да-да, кто у нас в постели завершил работу? Да-да-да. Микро-биотехнологии, здравоохранение, сердцем, хозяйство, промышленное и охранное производство. Спасибо. Вот это огромные те отрасли, где это может быть использовано. Что на сегодняшний день мы можем говорить? Пожалуйста, продолжим дальше. Микро-биотехнология позволила заявить на значительных реальных проектов, включая, например, получение высокоурожаемых устойчивых к различным болезням в зерновых культур, случшенных литературных средствами. Генетическое конструирование микроорганизмов способно производить вещества, загрязняющие окружающие. Спасибо. Пожалуйста, дальше. Микро-биотехнологии, скульптинг и зеркал. Микро-биотехнологии, это технологии развития общества 21-го столица, связанная с огромным ростом биотехнологической области, открывающей неограниченной возможности для дипломированных специалистов. Спасибо. Где же работают сегодня дипломированные специалисты, кроме непосредственно, вопросы в отрасли биотехнологии? Пожалуйста. Продолжим дальше. Спасибо. Здесь достаточно. Давайте здесь третий ряд. Начните, пожалуйста. В отраслях. В отраслях. В отраслях. В отраслях. В отраслях. В отраслях. Хотелинами, германии, растения и животные, пищевую промышленность, flu audio. Спасибо, спасибо, дорогие. Ну, а теперь для нас, для рефлексии нашей встречи мы попробуем подумать над следующими вопросами. какие же опасности дает массовое распространение измененных методами генной инженерии стартовый пород сельскохозяйственных растений и животных и вот этот наш первый вопрос один мы рассматриваем и подумаем еще над одним вопросом термин биотехнология до появился недавно человечество давно использовала микроорганизмы какие нужные нам продукты изготовляется с помощью микроорганизмов вы подумаете более подробно и распишите уже дома а сейчас мы попробуем с вами сейчас подумать обсудить такие же опасности к их массовое распространение измененных методами генной инженерии стартов и пород для этого мы сделаем следующее сейчас вы создадите мини-группы и диалоги попробуйте обсудить этот вопрос мы обсуждаем его в течение полутора минут пожалуйста начнем работу вдвоем пара дорогие коллеги так чтобы мы все поговорили с вами и мы услышим всех я предлагаю следующим образом продолжить так чтобы все у нас участвовали в работе от каждой двойки высказывая высказывания для тройки кто как работал в группах мы продолжаем работу пожалуйста начните людмила линия начинаете пожалуйста сейчас они уже уже а то вдруг их лет спасибо мы сейчас слышу мы сейчас слышим друг друга так вот если они на монифицированных продуктов по большому счету не исследованы мы являемся сложными и не сами как мы рассматриваем только на своих детях мы подсказываем спасибо то есть вы подопытные спасибо продолжаем наш разговор только громче на вы что послышали спасибо продолжаем дальше ваша группа спасибо ваша идея понятно это уже невозможно это уже невозможно как я понимаю в любой промышленности есть отходы все равно как-то бороться как дальнейшем то есть и здесь возникает проблема прошу вас пожалуйста дальше какие возникли у вас мы не видим проблем мы не знаем о том что может быть мы не знакомы с выводами ученых мы такие исследования потому что прекрасно мы все понимаем что это огромные деньги что продукты геметически модифицированные приносят кому-то огромный доход поэтому мы какую информацию владеем не замечательно и наверняка не будем ее владеть как замечательно чтобы не портить себе настроение а у нас как вы скажете а что вы скажете совершенно замечательно прошу вас вы были еще те кто хотели обязательно сказать прошу вас я хотела сказать как я посмотрела какие генетически измененные организмы они устойчивы к болезням они высоко эффективны они несут уже те свойства ради которых мы сохраняем то естественно те кто производит не модифицированные безкости к болезням они будут финансово проигрывать поэтому они пострадают в первую очередь поэтому они не борются только генетически измененные вот такая интересная позиция пользуясь биологической безграмотностью тех кто эти вопросы решает поэтому тех кого легко завлекать тех кто стоит вверх вот их и затругивают тем что вообще у нас деньги будут ну так спасибо не понимая что вообще дорогие коллеги давайте договоримся в наших правилах мастер-класса всегда существует правило говорим только вслух и когда кто-то говорит больше никто не разговаривает это правило обязательно иначе у нас ничего не получится итак я прошу вас обратить внимание на то что в размышлениях имеют сейчас ученые которые рассуждают и что же они сегодня обсуждая этот вопрос появляется в научной литературе давайте мы попробуем Елена Николаевна первая пожалуйста да 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 явление генетически измененных животных растений уродных систем может на лучше сложившихся равновесия так продолжим дальше ваши классические теоретически возможен хотя и маловероятность перенос генетического материала от новых созданных генно-инженерными методами организмов в других животных растениях с непредсказуемыми последствиями спасибо наши размышления таковы и теперь мы оставим вот этот вопрос только для просмотра того что вы слышали сегодня о использовании давнишнем использовании микроорганизмов биотехнологии вы успеваете просмотреть мы об этом сегодня сказали сейчас я скажу дальше и теперь пожалуйста заканчивая наш урок я попрошу вас выполнить домашнее задание написать сочинение или составить рассказ от имени биотехнолога о методах и перспективах современной биотехнологии это можно сделать в форме репортажа интервью и на следующем занятии мы презентуем наш рассказ классу мне бы хотелось чтобы вы попробовали себя затем на следующем уроке выступить в роли эксперта критика мудреца относительно тех кто будет выступать на следующем занятии и так для тех кто хотел бы слышать больше знать прочитать на эту тему вам предлагается список сайтов где вы можете прочесть более подробно и о генной инженерии и о биотехнологии моноклональных антитела и еще раз разговор что есть генно-модифицированные продукты битва мифа и реальности научно-популярная статья которая вам поможет еще раз вспомнить наш сегодняшний урок вас хочу поблагодарить за работу и на этом завершить наш урок а так коллеги вы спасибо я завершила урок ровно с уроком вы обратили внимание то есть я сделала так чтобы это было 40 минут в связи с тем что я именно так планировала это сделать я сейчас проведу анализ урока тот который мы с вами проводили он немножко необычный я понимаю что вы не ученики и вам это значительно больше известно чем кому-либо и мы сейчас с вами следующий наш этап вторая часть нашего мастер-класса это анализ урока что мне хотелось сейчас сказать как я это делала и затем перейти уже во второй части нашей встречи что есть современный урок сегодня прозвучало у вас следующее а как мы включаем какую степень знакомство биотехнологии с биотехнологиями для того чтобы наши дети на едином государственном экзамене не попали в калушу сдали экзамен и попали в число тех успешных учеников которые идут учиться дальше итак размышления об уроке это компьютерный класс наш где мои детеныши теперешние студенты это фотографию я взяла студенты медики вот это по-моему все это одна девочка вот вижу психолог все остальные здесь медики у нас в основном выступает Санкт-Петербургский университет там наши детки учатся итак я сегодня хотела еще раз я об этом сегодня буду говорить я сегодня первое из чего хотела сказать в анализе это урок сегодняшний это урок открытости урок сотрудничества соавторства и сотворчества это не значит урок когда говорит только учитель я немножко вернусь поставлена на другое это модели обучения когда ученик достаточно много учится самостоятельно где он черпает знания и источником информации не является только учитель и обязательное сегодня это обучение анализу своей деятельности а что я делал на уроке а что я сегодня узнал что сегодня было нового в моей деятельности насколько я выше поднялся в знании той или иной темы урок сегодня это и развитие чувств это и развитие эмоций это и взаимодействие на уроке когда усиливается субъект субъектная схема взаимодействия это ученик 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 учебник ученик компьютер зависимости от того как идет взаимодействие итак урок сегодня развитие творчество комфорт ну и вот еще раз эти слова где мы говорим что учитель плохой если он преподносят истину а тот который учится учит ее находить тот учитель хорош я сегодня в связи с тем что мы с вами будем говорить отдельно об уроке вот эту информацию убираю и сейчас называю анализирую сегодняшний наш мастер-класс целью учебного нашего занятия было создание условий для осознания и осмысления блока информации о современном состоянии биотехнологии и я ваше внимание здесь обращу не то состояние когда мы сегодня можем мы не можем говорить так много как нам преподносит ученые и временные рамки нам это не позволяет и знание учащихся и конечно совершенно здорово то что мы вчера услышали по биотехнологии нового и интересного и стали начинаем понимать что мы еще просто ничего не знаем но донести до сведения учащихся вот то что мы я пыталась это сделать нам необходимо каковы были задачи урока в первую очередь раскрыть общую суть что есть биотехнология я напомню вам что в базовом уровне в программе базового уровня на это отводится всего один час в профильных это на это отводится до 5 часов там 3-5 часов в зависимости от того по какой программе вы идете и здесь мы с вами можем говорить о том что есть возможность и необходимость создать те условия когда ребята не только узнают новую информацию но и работают над развитием учитель работает над развитием мышления эмоций памяти учит объяснять аргументировать и здесь мне очень хотелось отметить какие же этапы мы прожили с вами на уроке итак первое мы определяли тему урока учитель приходя на урок не заявляет тему вот такова она а учитель предлагает определить о чем пойдет речь на уроке и через что ребята сегодня узнавали через познавательные тексты тексты которые шли разговоре она ее и так далее в это время актуализируется изучаемый материал и создаются условия для того чтобы ученику хотелось услышать поработать над этой темой ставятся цели и определяются через вопросы которые интересны ребятам и обязательным условием здесь является конечно актуализация изучаемой темы вызов информации и так это мысль подарок она позволила нам актуализировать те вопросы я мне сказали о том что оказывается думающий каждый умеет задавать вопросы и каждый ученик при этом идет на то что да я умею задавать вопросы не просто вопросы какие-то беспорядочные и это дает возможность анализировать собственные знания по заданной теме возможно их обсуждать с соседом то есть идет коллективное обсуждение вопросов о чем пойдет речь на занятии ученики учатся задавать не только задавать вопросы сегодня я не показывала это мы часто очень обсуждаем с ребятами следующим образом даем возможность обсудить а что вам вместе интересно то есть какие бы вопросы задали там от парта от мини-группы и так далее итак мы будем считать что вот активизация произошла тема нужна интересно и полезно мы переходим к следующему этапу занятия это осмысление то есть изучение нового материала как мы говорили раньше здесь шла самостоятельная работа с текстом записи в таблицу схему и здесь шла корректировка записей что представляю я и что предлагает учитель главное основное записать и непосредственная информация учителя что делают здесь ученики они вступают в контакт с новой информацией что они делают здесь включается они читают они слушают они смотрят и здесь есть возможность и необходимость сказать о том что вот тот интерес который появился на этапе вызова должен подкрепляться вот как раз разнообразие действий того что преподносится через содержание и через методические приемы которые использует учитель при изучении темы ну и конечно определенным образом систематизируется сведения собственные знания или незнания и ученик приходит выводу что да мне это интересно я хотел бы слышать и это узнать очень интересно когда учитель просит рядом со схемой таблицей записью ставить знаки вопроса и те вопросы выясняются в конце занятия в конце встречи и последний этап урока более правильно предпоследний я последним называю учебным это рефлексия здесь идет обсуждение вопросов где ученики стараются выражать свои мысли словами присваивают информацию соседа еще раз обсуждают и либо всего класса то есть закрепляются те знания которые услышаны были и здесь идет я убрала сегодня длинный наш длинный разговор по той причине то есть обсуждение а на самом деле в деле вот мое резюме здесь никакое не звучало если бы я сегодня предложила кому-то одному решить вопрос и сказать вам ну вот давайте мы точно скажем нашим большим ученым которые работают работают в области биотехнологии точка зрения очень и поэтому однозначного ответа на сегодняшний день как вы все прекрасно понимаете нет ну и последний наш этап это ситуация создание ситуации выбора когда ученики получают возможность работать и работать следующим образом выполни это в виде того то сделай так то то есть мы ни в коем случае не говорим что вот так только так должно быть выполнено задание ну и как всегда для построения индивидуального образовательного маршрута необходимо говорить о дополнительной работе с дополнительной литературой и в данной ситуации я предложила кроме того что у детей есть учебники в учебниках профильных сейчас есть во всех практически и в учебниках наверное во всех и базовых введены вопросы по биотехнологии их немного но один параграф такой короткий общеобъясняющий значение биотехнологии есть и таким образом мы с вами подвели итоги и мне бы хотелось сказать что на таком уроке учащиеся делают мы говорим что они учатся учатся критически мыслить ответственно относиться к своему образованию уметь учатся работать сотрудничестве то что мы называем коммуникативной компетентностью сейчас ну и учатся следующему учатся тому чтобы научиться учиться всю жизнь то есть на протяжении всей жизни сегодня я заглянул узнал об этом прочел следующее и я благодарю вас за внимание и я оставила пять минут на те вопросы которые возможно у вас появятся не нажала на кнопку и первое занятие тогда мы будем считать завершенным ровно пять минут на наши вопросы если они есть если в природных экосистемах выявляются животные или растения сельскохозяйств например кролики в Австралии которые сбежали то что там привезли они сбежали генетически не изменяют а катастрофа была причем здесь тем не менее причем поэтому контролировать по-любому любой ввоз а когда кошек ввозят на острова где есть например киви почему это приходит потому что в Новой Зеландии ее почти не осталось то есть поэтому в любом случае за переходом сельскохозяйственных организмов в природу нужно следить очень бдите то есть не биотехнологии боятся можно вмешательство в природу человека так я вас поняла второй значит перенос генетического материала от одних других сейчас в литературе очень много информации появилось когда начали глубоко это изучать о горизонтальном переносе например у броников сейчас обнаружилось два или три гена от грибов которые были перенесены вирусы у человека несколько десятков генов перенесенных от других животных совершен а иногда и даже от других царств живых организмов поэтому то что генетический перенос горизонтальный идет с помощью бактерий плюс генетический от тех возможностей а масло можно поднять пример которые повторяются природой я думаю известны экологические строкы черного моря 90-х годов когда генетический перешел черное море сожрал практически все таких примеров природе очень много когда передоз какого-то организма мальчика это какой-то мальчусский я сейчас вам скажу не вспомню его название которое сожрал больших великих озер поэтому можно представить это как пример того что смотрите как бывает какие экологические катастрофы провести может быть отдельный лог вообще по экологию того как влияние какой-то отдельный организм может влиять в систему хорошо одно из это даже вообще в принципе концептуальность того что происходит при технологии одно из того что СМИ говорят о том что в принципе может влиять а то есть то же самое может быть организм 20 секунд и точно так же о резонтальном переносе мы знаем что происходит между бактериями можно удалиться в отдельную науку можно поговорить про то как взаимодействует уровень делка наоборот как приспособленность к какому-то природному условию зависит от уровня какого-то как правило если мы делаем количество терментов больше больше в этом организме но в самом деле приспособленность немножко падает в естественных условиях просто потому что переработка этого белка требует очень больших затраты энергии обычно когда мы что-то делаем в растении это модифицирован живот сейчас особенно на этом уровне технологии просто делаем уровень экспрессинга какого-то сильно выше какого-то предмета который защищает растение жука какого-то его нет на самом деле когда мы этот организм смеем обратно в природу условия на самом деле поскольку он не встречает такого большого там прессинга он не будет так сильно составляться и можно на примере опять же какого-то просмотра других тематик например ферматологии как экспрессируется вроде опять же ребёнок поймёт о чём собственно идёт речь когда мы говорим что опасно что потому что не нужен такой пример что спасибо все-таки мы готовим больше этого задан был вопрос одна из проблем которая сегодня обсуждалась а насколько надо это для того чтобы подготовить конечно не может быть у нас стоять задача только вот конечно нет и наши дети и наши дети должны быть совершенно иными коллеги пять минут перерыв предлагаю отдохнуть отдохнуть и отдохнуть и отдохнуть переодохнуть в